Добрый вечер на ТНВ новости Татарстана. В студии Лисан Сабирова и коротко о главном. Теперь работа идет быстрее, а детали получаются качественнее. Все делали вручную. У нас были работали в сапогах, в резиновых парках. Об открытии нового цеха гальваники на вертолетном заводе. Альбина Слагараева. Реакция на качество. Одно разочарование квартир. В домах микрорайона Салават-Упыре началась проверка качества строительства, где местами новые квартиры выглядят как аварийные. Увидел Рамиль Шайдулин. Микроорганизмы за чистую сточную воду. Практически остается в примеси где-то около 3%. Как очищают сточные воды в Лаишево, Анна Городнова. Триумфальный тур по Татарстану. Я бы не выдержал. 6-8 часов. Куда сегодня заехала команда КамАЗ-Мастер вместе с золотым бедуином, узнал Сергей Хайдаров. Начнем выпуск с приятной новости из Южной Кореи. Наша Марта Зайнулина вновь в центре внимания. Сегодня в копилку страны она принесла бронзовую медаль. Днем ранее было серебро. Как паралимпийская спортсменка преодолела лыжный спринт в классе сидя. Увидим прямо сейчас. Когда выкатываешься на стадион, видите, прям в лицо и становится еще тяжелее. Преодолев такие трудности и мастерство соперников, татарстанская лыжница Марта Зайнулина завоевала бронзу в спринте. А чуть ранее серебро в биатлоне. Сегодня очень концентрировалась на стрельбу, подолгу очень лежала на ее беже. Марта Зайнулина родилась в Нижнекамске, потом переехала в Казань, где занималась в центре спортивной подготовки. Мы сегодня связались с ее тренером Фридой Софиулиной. Больше всего мы ставим ее на биатлон, вот это вот золото, потому что там может произойти все, как и с ней, так и с ее соперниками. Главные победы Марты связывают с ближайшими лыжными гонками и биатлоном. Теперь ждут от нее золото. Паралимпийские игры в Южной Корее в самом разгаре. До финиша осталось 4 дня. Альбина Винебаева, Дмитрий Аринин, Алмаз Гафиатов, ТНВ, Чанханг. Марту Зайнулину поздравил Рустам Мениханов. В телеграме он написал, «Ваша сила в духа, воля к победе, высокое спортивное мастерство вызывают глубокое уважение. Это блестяще, вдохновляющий пример, который поможет вам покорять новые спортивные вершины». Рустам Мениханов поблагодарил и ее тренеров Фариду Софиулину и Ирину Полякову. Знаковые события в истории Казанского вертолетного завода. Сегодня здесь запустили новое гальваническое производство. В новом цехе растворами нового поколения обрабатывают детали. Это повышает производительность сразу на 15%, а сэкономить удастся более 2 миллионов рублей. О новых высотах для предприятия Альбина Солгараева. Сегодня только нажимают на кнопку, а раньше по цеху ходили в резиновых сапогах и фартуках, перекладывая тяжелые детали. Здесь сейчас чисто и тихо. Если в цифрах, то операторы говорят, что работа их стала легче на процентов 80. Модернизация прошла в рамках стратегии развития холдинга «Вертолеты России». Вложили 2 миллиарда рублей. Брака стало гораздо меньше. Упрощается, во-первых, процесс и качество, несомненно, лучше. Это и, повторюсь, потому что исключаются человеческие факторы из управления процессом. То есть все параметры уже задаются автоматически, поддерживаются системой. Новый корпус объединил гальванические и лакокрасочные цеха. Это экономит время. Теперь здесь 6 автоматических и 2 ручные линии. Этот цех один из ключевых. Здесь и новый малярный цех. Теперь детали красят вот в таких вот боксах. Преимущество в том, что в самом цехе практически не пахнет краской. А вот эти детали, подготовленные для обработки, их покрывают с двух сторон. Сокращенный цикл сушки. Так, если раньше на одну деталь приходились сутки, сегодня эта машина справляется за 2 часа. Новое производство сегодня оценил Рустам Яниханов. Он отметил экологичность, экономичность и технологичность. Любой цех мы можем прийти, это мировой уровень. Вот агрегатное производство, мехобработка, малярная и, конечно, гальваника. Мы сегодня видели вместе с вами фотографии, какое производство было и что стало. Ведь по большому счету мы там находились и как будто мы находимся в каком-то офисе. А этот винтокрылый «Ансад» – первая ласточка в этом году, которую передали заказчикам машина для санитарной авиации. Помогает не только транспортировать, но и оказывать первую помощь прямо в полете. О том, что заказы будут и беспокоиться не стоит, Андрей Багинский и Рустам Яниханов рассказали заводчанам. Работники спросили о том, когда будет дорога до микрорайона Салават-Купере, о будущем завода и новых контрактах. Всего же КВЗ планирует выпустить в этом году 45 вертолетов «Ансад», из них 12 – медицинских. Также на «Ансад» планируют получить зарубежный гражданский сертификат, а на «МИ-38» также ищут заказчиков. Альбина Солгораева, Ишат Мухаметов, ТНВ «Казань». И себе, и людям. На Казанском моторостроительном появится собственный энергоцентр. Он будет обеспечивать предприятие энергией, а в случае ее избытка делиться с городскими сетями. Город готовит ответ. Масштабное благоустройство микрорайона. Лина Зинатулина о деталях. Почти 50 лет работает здесь. Бригадир Абрал Ерулин сегодня собирает двигатель с новой мощностью до 20 мегаватт. С таким продуктом КМПО расширит свое место на рынке сбыта. В моей бригаде сейчас трое молодых работают. Месяц по 10 двигателей собираем. Тепло, технологические, перегретая вода. Все у нас свое. Экономия в год 100 миллионов рублей. После ввода котельная. Сегодня тепло, а к следующей осени и энергия. В этом году начнут строить собственный энергоцентр. В максимальные пики нам будет недоставать электроэнергии. Мы ее будем добирать из сетей. В тот период, когда нам столько не нужно будет, сколько вырабатывает электростанция, мы будем ее, естественно, отдавать в электрические сети. Себестоимость такой энергии для завода будет гораздо ниже рыночной. А как ответ от города заводчанам благоустройство района. КМПО основано в 1931 году, а подземный переход, ведущий к заводу, практически его ровесник. Один из вопросов волнующих рабочих, когда же его починят. Сейчас торги пройдут, и в конце мая мы приступим, я думаю. У нас большая программа по городу. Поликлиники. Добавили. Подростковый клуб. Дворы, дороги, детсады, парки. Благоустройство города в этом году не пройдет мимо авиастроительного района. Ведь на одном только моторостроительном 4000 рабочих. Лена Зинатольна, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Комментарии не лишние. В микрорайоне Салаватку при начались проверки качества социепотечных домов. Ранее такое поручение дал Рустам Мениханов руководителю госстройнадзора. С просьбой разобраться президенту писали жители комплекса в соцсетях. Как тронулся лед, увидел Рамиль Шайдулин. Течет вода, кран не держит, трубы не держат. Нигде, ни в ванной, ни на кухне. Здесь вообще не повернуть даже. Таким весельем обернулось новоселье, которого Валентина Назмеева ждала долгих 6 лет, пока строился дом и когда наконец-то сдали квартиру. Ни одна розетка не работает. Элементарно даже не провели, не сделали дырочку в потолке, чтобы повесить какую-то лампочку или люстру. В общем, одно разочарование, а не квартира. Есть, конечно, недочеты по окнам, по оклейке обоев, по натяжным потолкам, но это только на первый взгляд. Нужно еще большое обследование. Жильцы именно этого седьмого дома по улице Саженова в соцсетях рассказали о проблеме Рустаму Миниханову. Президент обратился к госстроенадзору. Надо готовить и работать, чтобы никому никаких претензий не было. По итогу проверка, которую в пятницу поручил провести Рустам Миниханов. Если инспекторы убедятся, что нарушения есть, то вынудят строителей их устранить. Мы проводим анализ всех поступивших обращений и далее будем принимать решение, когда будем уезжать. Квартира новая, да проблемы старые, то, с чем уже не раз сталкивались соципотечники. Двери, которые, если и закрываются, то только с трудом. Текучая сантехника, ну и что-то из разряда совсем нового. Двор на расстоянии вытянутой руки. Когда поднимали на лебедках либо раствор, либо что-то, кто-то скинул, может, мусор, стеклопакет разбился. Если житель пишет замечание в акте, в течение 10-20 дней мы должны устранить и предъявить жильцу. Пока Гостройнадзор будет проверять, строители предлагают жителям обращаться напрямую к ним. Что-то устранят сразу, с чем-то повременят. Ведь некоторые видимые недоделки – это недосборки и отсутствующие детали им отдадут, когда жители подпишут акты приема. Рамиль Шайдолин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. 56 татарстанцев и инвалидов в этом году получат новое жилье. В списке получателей больше 2000 человек. Об этом стало известно на заседании Комитета по социальной политике. Депутаты Госсовета выяснили, в республике до сих пор нет механизма включения инвалидов на льготную очередь на жилье. Они рекомендовали Кабинету министров разработать такой механизм. В Лайшевских канализационных стоках в пору выращивать стерляди и осетров. Сегодня здесь после капремонта запустили очистные сооружения. До этого городские нечистоты практически бесконтрольно сбрасывались в каму. Оборудование 70-х годов прошлого века было изношено. О том, как теперь работает процесс очистки, расскажет Анна Городнова. Такая вода таким цветом поступает на эти очистные. В сутки на очистные сооружения поступает до 400 кубометров стоков. Здесь они проходят три степени очистки. После механической за дело берутся микроорганизмы. Микроорганизмы мы завезли с Казанского водоканала и в настоящий момент уже выращиваем сами. То, что вода действительно чистая, ее можно сбрасывать в каму, говорят не только лабораторные исследования. Это подтверждает и Осетр. Его сюда запустили специально, чтобы проверить качество воды. Для Лаишева города с населением в 10 тысяч человек. Свои очистные сооружения – острая необходимость. Отсутствие очистных сооружений было сдерживающим фактором в целом в развитии города. Его надо еще грамотно обслуживать. Грамотно – это хорошие специалисты нужны. Микроорганизмы очень чувствительные очистные сооружения. Их надо беречь. Значит, температурный режим надо соблюдать. Старые очистные были построены еще в 70-х прошлого века. Городские истоки сбрасывались в каму практически без очистки. Новые емкости и трубопроводы из прочного полимера. Коррозия не страшна. Очистные построены за счет республиканского бюджета. Объект очень нужный, очень необходимый. Ну, в первую очередь для экологии. И сегодня он, самое главное, всем нормам и требованиям соответствует. В этом году в республике открыли 8 новых очистных сооружений. Завтра еще одну откроют в базарных Матаках, затем в селе Тарловка и Лабужского района. А в конце марта очищать стоки по самым последним технологиям смогут и в Мамадыше. Анна Городова, Марадзайдулин, ТНВ, Лаишевский район. Мобильная ветпомощь в каждую деревню. Сегодня ключи от 48 новых автомобилей Рустам Мениханов вручил ветеринарным службам Татарстана. Таких машин в России еще нет. Они оснащены всем необходимым для оказания скорой ветпомощи животным. Вручил президент ключи от автомобилей и председателям районных потреб обществ. 17 автолавок теперь будут обеспечивать продовольствием жителей малонаселенных пунктов республики, где нет магазинов. Данные направления мы и дальше будем поддерживать, потому что сельские местности живут в таких же люди. Они нуждаются в тех же условиях, которые есть в наших районных центрах, в городах. Я очень надеюсь, что данный шаг даст серьезный толчок в оказании хороших сервисных услуг нашему сельскому населению. Машины, конечно, новые, рад. Машины хорошие. Раньше я работал на УАЗе, а не прочные машины. Ростехнадзор завершил расследование причин аварии на гипсовом руднике в Камском устье. Среди выявленных нарушений – несоблюдение мер безопасности и нарушение порядка утилизации взрывчатых веществ. Напомним, 25 декабря 2017 года на гипсовом руднике прогремел взрыв. В результате несчастного случая погибли два человека. По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье «Несоблюдение техники безопасности, повлекшая гибель людей». За несколько последних лет количество тюремных заключенных в стране снизилось вдвое. Об этом сегодня журналистам рассказали на праздновании 139-летия уголовно-исполнительной системы России. Только в татарстанских тюрмах служат 4,5 тысячи сотрудников, а по ту сторону решетки находится 11 тысяч человек. В этот день не обошлось и без приятных наград. Лучшим сотрудникам уголовно-исполнительной системы Татарстана вручили медали за усердие в службе второй степени. На ваши плечи возложена непростая миссия по нравственному оздоровлению граждан, приступивших закон, восстановлению их социальных связей и успешной интеграции в общество. Неслучайно работников уголовно-исполнительной системы отличают профессионализм, убежденная принципиальность и подлинная преданность своему делу. Это новости Татарстана и далее выпуски. Дело близится к концу. И, собственно, все. Чем сегодня занимались сторонники кандидатов в президенты, узнал Дмитрий Аринин. Триумфальный тур по Татарстану. Я бы не выдержал 6-8 часов. Куда сегодня заехала команда КамАЗ-Мастер вместе с Золотым Бедуином, узнал Сергей Хайдаров. А теперь новость для тех, кто собирается этим летом отдыхать в Крыму. На полуостров, возможно, удастся попасть уже по новому мосту в этот сезон. Открыть автодорожную часть объекта после 9 мая сегодня пообещали Владимиру Путину. Президент страны осмотрел ход работы и пообщался с рабочими. Ранний срок сдачи этой части сооружения намечался к декабрю 2018 года. Отметим, что Крымский мост, самый протяженный в России и Европе, его длина составляет 19 километров. У нас в конце декабря 2018 года эта дорога должна открываться. А который с моим был готов? Мы стараемся, мы стараемся. Стараемся. Хотел бы, конечно, чтобы эти люди могли в летний сезон уже могли отходить. Хотя понятно, что нужно еще подъездные пути, чтобы там дорожники поработали как следует. А в Казани в июне сдадут обновленную систему озер Кабан. С ходом работы ознакомился Рустам Мениханов. О первых результатах работ помощник президента рассказала на своей странице в Инстаграм. Напомним, реконструкция набережной озера началась летом прошлого года. По проекту территорию благоустроят до нового зоопарка. Здесь появятся пешеходные дорожки над водой и каскады с водными растениями. Право выбора за татарстанцами с этого дня жители республики влияют на места, которые будут реконструированы. Если раньше парки и скверы, требующие изменения, выбирали администрации района, то теперь на сайте госуслуг это делают жители. Свой голос отдать можно лишь один раз. Если в списке желаемого места не окажется, то его можно вписать в свободную графу. Массовые стали встречи с жителями. И что самое приятное, не знаю, многие из вас бывают. Совершенно другое настроение для них уже на 3-й, 4-й год. Когда ты уже людям доказал дело, что ты не намерен их обмануть, а намерен сделать все, что пообещал, и сделать могут так, как они попросили. Люди приходят в большем количестве, люди приходят с другим настроением. Мы обсуждали в понедельник, например, продолжение благоустройства территории парка Калилиаскоп на улице Сарклановой. И мы видим совершенно другую атмосферу. На защите экологии волонтеры. Вопрос об охране природных ресурсов добровольцами сегодня обсудил председатель Госсовета Республики со студентами 4-х вузов. Фарид Мохамедшин обратил внимание на создание площадок для взаимодействия волонтеров. А также отметил новые технологии в переработке мусора. Студентам он рассказал, что утилизация с предварительной сортировкой – это не только удобно, но и прибыльно. Республика Татарстан очень промышленно емкая республика. Здесь нефтяная, нефтехимическая, иные отрасли, крупная промышленность. Потребители тепла, потребители газа, а значит выхлопы, а значит там все остальное. Татарстан требует очень внимательного и активного участия не только тех, кто непосредственно занимается Министерством экологии, скажем, Республики Татарстан, но и всех органов, ветвей и уровней власти. Агитационная кампания близится к своему завершению. В региональных штабах кандидатов уже закончили ряд направлений работы и подводят промежуточные итоги. Кто чем занимается, информацию собрал Дмитрий Аринин. Я думаю, что сегодня вас будут разрывать вопросы. В региональный избирательный штаб Владимира Путина сегодня на встречу с волонтерами пришел доверенный лицо кандидата. Лучший учитель России 2017 года Илья Димаков. Обсуждали вопросы развития образования в стране. Также гость подытожил свое участие в предвыборной кампании. В разных регионах он встречался с избирателями и участвовал в дебатах. Моя профильная аудитория это педагоги и родители. По большому счету, под второй категорией это практически все. Вообще, чем важна вот эта наша сфера и почему ее важно представлять в формате дебатов, потому что на примере школы мы сами через свой опыт, например, своих детей собственных, мы очень быстро видим все те перемены, которые происходят. Такие люди, как учитель года, обязательно должны быть доверенными лицами. Это высокая честь, мне кажется, для него, и он ее оправдал. Он разговаривает очень непринужденно, у него нет звездной болезни. Сотрудники республиканского штаба Борис Титов участвуют в дебатах и занимаются раздачей оставшихся агитматериалов. 50% агитпродукции на данный момент раздано. Мы своей целью ставим адресную доставку нашей агитпродукции, то есть по торговым центрам. В республиканском штабе Ксении Собчак в агитационной работе по плану остались только дебаты. Планируем, в принципе, посещать совместные агитационные мероприятия, которые проводятся телеэкранами, радио, на радио. Сторонники кандидатов президента Григория Явлинского, Павла Грудинина, Сергея Бабурина, Владимир Жириновского, Максима Сурайкина также проводят завершающие агитационные мероприятия. Дмитрий Иринин, Андрес Интальцев, Марат Сейдгараев, ТНВ, Казань. Сегодня мы вновь спросили казанцев, пойдут ли они выбирать президента. Я пойду выбирать президента, потому что от этого зависит будущее нашей страны. Президент однозначно пойду выбирать. Считаю, что это в первую очередь долг каждого гражданина. Это, наверное, одно из важных событий, которые происходят. И тем самым мы выбираем будущее. Нет. Почему? Потому что выберут без меня. Я пойду выбирать президента, потому что это моя гражданская позиция. А еще почему? Потому что мне не все равно за будущее моего ребенка, мое. Да, я пойду, потому что это мой гражданский долг и интересный исход событий. Вместе все пойдем, да, всей семьей. Почему? Браслетики, да, тут на концерт сходим. Да, я пойду выбирать президента, мы пойдем всей семьей, потому что от этого зависит нас будущее. Это наш гражданский долг. Сегодня день рождения отмечает главный раввин республики Ицхак Горелик. Родился в Израиле, но больше 20 лет живет в Татарстане и настоящее называет не иначе, как чудом. Ведь сегодня можно свободно ходить в синагогу и открыто следовать всем иудейским обычаям. Что было и что стало, по мнению Ицхака Горелика, об этом Рамин Шайдулин. Его телефон разрывается от звонков, а поздравить раввина в синагогу, то и дело забегают друзья. 44 года Ицхаку Горелику. Половина из которых главный раввин республики живет и работает вдали от родины Израиля, куда еще в советское время переехали его родители, устав скрывать свое вероисповедание. Они были религиозные, все соблюдали, но все должно было быть подполно. Раввин показывает, как в то время читали на иврите. По этим листочкам они были чуть ли не единственными носителями письма, и все написано вручную. Каждая буква и даже вот видите такие колонки, все-все-все. Теперь религии обучаются официально. Уже детьми читают Тору, учат Талмуд. Казанская синагога и еще десятки мировых школ для этого связываются через интернет. Малыши учатся писать на иврите, помогает Реббе. Ой, молодец, сколько-то вот. Ближайшие планы открыть класс, чтобы обучать детей и других национальностей. Желающих изучать Тору, говорит именинник, много, даже из-за рубежа. Заняться этим думают в течение года, после выборов президента России. Всегда надо смотреть как-то больше широко, куда все двигается в теле. Обязательно надо участвовать. Один выбор может изменить многое, считает Равин, в день своего рождения вновь перечитывая Тору. Книгу, с которой он раз от раза делает правильный выбор, строки из которых ведут его правильно большую часть его жизни. Рамиль Шайдулин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Мы присоединяемся ко всем поздравлениям в адрес Ицака Горелика. Желаем ему здоровья, семейного благополучия и долгой службы на благо своего народа. Золотой бедуин прибыл в Казань. Сегодня легендарная команда КамАЗ-мастер встретилась со студентами. Они пообщались с кумирами гоночного спорта. А вот кому посчастливилось посидеть за рулем большегруза, расскажет Сергей Хайдаров. Все по спортивному? Хотели все, но в кабину легендарного КамАЗа сегодня попал только ректор. Воспользовался служебным положением. Этот многотонный гигант оказался в стенах вуза впервые. Я бы не выдержал 6-8 часов. На встречу со студентами-энергетиками пилоты КамАЗ-мастер приехали на самой, что ни на есть, боевой машине. Именно на этом КамАЗе они выиграли последний ралли Дакар. Кстати, здесь еще совсем свежие царапины и вмятины. Перед молодежью сегодня пилоты Айрат Мардеев и Эдуард Николаев. Для них это встреча не только общения и селфи, но и воспитание. Чем похвастаться нашлось и у самих студентов. Сюрпризом для пилотов стала экскурсия по лаборатории. После такой 3D-проекции может появиться и первый КамАЗ-трансформер. Но пилоты уверены, эти машины так просто не сделаешь. Как-никак лучшие в мире. В этом году команде исполняется 30 лет. У нас юбилей. И поэтому, конечно же, для нас необходима была эта победа. 15-я победа. Уже скоро этот золотой бедуин поместят в зал славы КамАЗ-мастер. А команда начнет готовиться к шелковому пути 2018. Сергей Хайдаров, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Физкульт-премьер заразителен. Сегодня в Казани стартовал проект ВИП-зарядка. Одним из первых мастер-класс от ВИП-тренера получили ребята из 116-го лицея. Урок для них провел известный спортсмен и депутат Ерик Зинуров. Как это было, посмотрим прямо сейчас. Вечерний эфир ТНВ продолжит программа «Вызов 112». А сейчас прогноз погоды. До встречи в 21.30. Каждый человек ответственный не только за себя, но и за каждого, с кем он живет рядом. Я считаю, важно идти на выборы, потому что это шаг повлиять на себя, на свою семью, на свое общество. К мечте ближе, цены ниже. Новые дома, стартовые цены. ЖК «Южный парк». 526-55-55. Семечки от Мартина. Мы помогаем сохранять традиции. Сейчас или дороже. В марте купите автомобиль Ниссан с выгодой. До 450 тысяч рублей. Автоцентр «Марка Казань». Звоните. 4 пятерки, 3 единицы. Только в марте приходи в аквапарк «Ривьера» и получи второй билет в подарок. И на Марко за гроши. В автоцентре «Марка» спеши. В марте бери датсун от 360 тысяч рублей. Автоцентр «Марка Казань». Звони. 4 пятерки, 3 семерки. Санаторий «Чувашия». Новинка. Лечение и профилактика заболеваний желудочно-кишечного тракта, урологии, йода-дефицитного состояния организма на основе питьевой минеральной воды. Санаторий «Чувашия». Мир здоровья и красоты. В Канавто каждый новый клиент сервиса получает сертификат на 10 тысяч рублей. До 31 марта приезжай, получай сертификат и оплачивай им сервисное обслуживание своего авто. Подробнее по телефону 230-30-30. Внимание! Рейсовый автобус по маршруту Лейногорск-Казань-Лейногорск осуществляет отправку с города Казани с автовокзала Южной в 17 часов ежедневно. Канавто на Мусино в марте увеличивает выгоды на автомобили «Лада». Успейте воспользоваться программой и приобрести автомобиль «Лада» с выгодой до 129 590 рублей. Канавто. Мусино 37. 230-30-30. Сенсация! Спешите видеть! 16 марта открытие Казанского цирка. Нажигательные цирковые программы «Виеста». Если вам отказывают в кредитах, приходите в «Деньги мигом». Здесь 9 из 10 обратившихся получают одобрение. «Деньги мигом». Хорошая история. А ты готов сделать свой выбор? Я уже выбрал. «Шкода». Только в марте. У официального дилера «Шкода» «Транстехсервис» «Октавия» за 847 тысяч рублей. «Рапид» за 629 тысяч рублей. На Даурской, 18 и на проспекте Победы, 194. ТТС.ру Здравствуйте! Время новостей о погоде. Спонсор выпуска изготовитель корпусной мебели на заказ «Данил Мастер». Хотите качественную и недорогую кухню по вашим размерам? «Данил Мастер» исполнит ваше желание. Успейте заказать в марте со скидкой 20%. «Данил Мастер», «Казань», «Восстание», 23. Телефон 2-167-166. Ну что ж, а теперь о погоде. В предстоящие сутки небо в республике затянет облаками и ожидаются осадки. По данным сервиса «Янекс.Погода» на юго-востоке республики ожидается перемена облачность без осадков и до 5 градусов мороза. На северо-востоке Татарстами местами пройдет снег. Там будет до 4 градусов ниже 0. На севере республики ожидается перемена облачность. Местами пройдет снег. Температура воздуха там составит до 4 градусов мороза. На северо-западе Татарстана облачно с прояснениями. Пройдет снег. Температура воздуха составит минус 5 градусов. На юго-западе республики перемена облачность. Снег и до минус 3. В центре Татарстана будет облачно с прояснениями. Местами ожидается снег и до 5 градусов мороза. В последующие сутки ожидается значительное повышение температур как в ночные, так и в дневные часы. В Казани ожидается переменная облачность. Местами пройдет снег. Температура воздуха составит до 3 градусов мороза. Ветер южный и порывистый. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 82%. Ожидается магнитная буря. Берегите свое здоровье. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания.